МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии дневной выпуск информационной программы Республика. С главными новостями на этот час вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Столица Чувашии привлекает инвесторов. Это позволяет чебоксарам решать основные социально-экономические задачи. Об этом шла речь на расширенном совещании по итогам года. Перед жителями отчитались глава города Леонид Черкесов и глава администрации столицы Алексей Ладоков. Годовой отчет пришли послушать все, кто неравнодушен, для кого важно, как будет развиваться наш город дальше. Все эти люди, независимо от должности и статуса, помогают столице строить ее настоящее и будущее. В 2014 году в развитие Чебоксара было инвестировано более 19 миллиардов рублей. Основные инвестпроекты реализовывались на основных промышленных предприятиях, где работает большая часть жителей. Это позволило стабилизировать ситуацию на рынке труда и сохранить уровень зарплаты для сотрудников, что немаловажно в сложившейся экономической ситуации. Среднемесячная заработная плата по крупным организациям составила более 25 тысяч рублей. Часть проектов заработала в формате частного государственного партнерства. Например, микрорайон Садовый, индустриальный парк, Ледовый дворец и другие. Важным событием 2014 года стало участие Чебоксар в международной инвестиционной выставке МИПИМ-2014. Портфель столицы республики был представлен шестью инвестиционными проектами в сфере строительства, туризма, отдыха и гостиничных услуг. В прошлом году уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 97%, что на 7% больше уровня 2013 года. Развивается малый и средний бизнес. В первом полугодии завершился первый этап строительства завода по производству жгутов кабелей для автомобилей. Открыт сервисный центр предприятия, где планируется производство турбокомпрессоров и автомобильных компонентов. В 2014 году предприятиями и организациями всех форм собственности города Чебоксара было создано более 2,5 тысяч новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты. Чебоксары – один из немногих городов Приволжского федерального округа, где ведется серьезная работа по благоустройству и развитию жилых кварталов. В 2014 году в Чебоксарах был скорректирован генеральный план, который определил стратегическое развитие столицы до 2035 года. В частности, значительно расширятся границы города. Прогнозная численность населения составит 550 тысяч человек. Кроме того, реализация генплана позволит вдохнуть новую жизнь в старые микрорайоны города за счет расселения жителей из ветхого и аварийного жилья и создания современной инфраструктуры. Активно строится 15 жилых микрорайонов. Все они полностью распланированы, включая автопарковки, детские игровые, спортивные площадки, зоны отдыха. Выполнен капитальный ремонт 30 многоквартирных домов на общую сумму 66 миллионов рублей. Большая работа проведена по решению проблемы обманутых дольщиков. Четыре дома, в которых люди уже справили новоселье, сданы. Еще два в стадии строительства. Один из них будет построен в конце 2015 года. Во второй люди заселятся в конце 2016. В 2014 году в рамках проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям» построено и реконструировано пять детских садов. За 2014 год количество детей, посещающих детские сады, увеличилось почти на 4000 человек. В Чебоксарах за последние три года было открыто 12 детских садов и создано более 10 тысяч новых мест для малышей. Чувашия стала одним из лидеров в стране по количеству созданных дополнительных мест в детских садах. О социальной ориентированности столичного бюджета и открытости власти говорил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он также отметил слаженную работу депутатского корпуса и администрации столицы республики. За то, что 2014 год завершили успешно, я благодарю всех вас за ту работу. И полагаю на вас, прежде всего, и уверен абсолютно, что в текущем году, несмотря на те сложности, которые возникли, вы сработаете еще лучше. За четыре года удалось сделать многое, но еще больше предстоит. Среди основных приоритетов – вопросы расселения граждан из ветхого жилья, проведение капитального ремонта, обеспечение земельными участками многодетных семей. Они определены в ежегодном послании главы республики. Все социальные обязательства перед жителями Чебоксар будут выполнены в полном объеме. Сделать это можно только за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств, создания привлекательных условий для инвестиций в экономику нашего города. Важно сохранить темпы роста строительства жилья, в первую очередь за счет снижения процентов по ипотечным кредитам, во-вторых, за счет снижения стоимости жилья. В конце 2015 года половина из всего строящегося жилья по цене за квадратный метр будет соответствовать эконом-классу. Этот год для Чебоксара был богатым и важным на события. Город готовится к празднованию 70-летия Великой Победы, а в июне у нас пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, и все мы будем с удовольствием болеть за нашу команду. А в осенью в очередной раз горожанам предстоит сделать свой ответственный выбор, избрать главу Чувашской республики и сформировать городское собрание депутатов. Уважаемые друзья, сегодня у нас есть единая команда. Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев, партия «Единая Россия», депутаты городского собрания. Нам доверять президент России Владимир Путин и абсолютное большинство наших жителей. Вместе мы сильны и способны решить все стоящие перед нами задачи. Спасибо за внимание. Кстати, в этом году Чебоксары стали пилотной площадкой для отработки лучших практик взаимодействия с инвесторами, определенных по итогам первого рейтинга регионов. Напомним, в 2014-м агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов составило пробный рейтинг для 21 субъекта федерации. Для пилотного этапа рейтинга состояния инвестиционного климата было разработано 54 показателя, которые, в свою очередь, объединяются по четырем направлениям. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По итогам проекта агентство стратегических инициатив обобщило удачный опыт регионов-лидеров по всем направлениям. Вот он-то и будет опробироваться в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Чебоксарах. Напомним, с этого года участие в рейтинге инвестиционной привлекательности обязательно для всех регионов. И по мнению генерального директора агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, у Чуваши хорошие шансы. Чуваши, судя по всему, управляется достаточно неплохо. И мы видим, как довольно быстро был внедрен региональный стандарт улучшения инвест-климата. Мы видим, что инвесторы Чуваши интересуются. И, на мой взгляд, команда, команда губернатора, команда руководителя – это та сильная страна, которая есть в Чувашии. В Парецком районе Чувашии прошла акция «Классный полицейский». Долгосрочный проект, направленный на профилактику правонарушений среди подростков, был организован МВД по Чувашии совместно с представителями общественного совета при министерстве. Акция уже прошла в гимнадии номер 5 в средних школах 12 и 31 города Чебоксары и впервые вышла за пределы столицы. После окончания уроков в Парецкой средней школе, куда приехали ребята из Напольновской средней школы и Парецкой школы-интерната для детей-сирот, высадился настоящий полицейский десант, состоящий из сотрудников 14 подразделений МВД по Чувашской республике, членов общественного совета при МВД, а также специального транспорта полиции. После официального старта школьники, педагоги и представители родительского комитета группами разошлись по кабинетам для участия в мастер-классах, подготовленных полицейскими. А их тематика была различной. К примеру, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы МВД Владимир Луговских поведал о порядке хранения и получения оружия. А вот представительнице уголовного розыска Наталье Шкутовой пришлось приоткрыть завесу тайной профессии оперативника. Сотрудник кадровой службы рассказала детям о критериях выбора будущих полицейских. Инспекторы отделения по пропаганде управления ГИБДД пришли не с пустыми руками. В классе установили устройство для остановки транспортных средств, продемонстрировали ребятам работу скоростомера «Визир», а также прибора «Тоник», измеряющего уровень затемнения стекла. А вот представители отдела по делам несовершеннолетних остановились на правонарушениях, чаще всего совершаемых подростками. Практически вовлечь ребят в процесс собирания материала на месте происшествия удалось и эксперту Александре Егоровой. О том, как обезопасить себя в интернет-пространстве, говорил и заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Валерий Чернов. Будьте бдительны, внимательны и никогда не злоупотребляйте интернетом. Интернет не только среда, когда получаете хорошую информацию и нужную, но это среда тех, кто там орудует с точки зрения преступников. Преступников там немедленно обманывают с утра до вечера. Самым аншлаговым стало фойе школы, где спецназовцами МВД была организована выставка боевого и служебного оружия, находящегося в их пользовании. Запомнилось больше всего оружие, когда объясняли, рассказывали про оружие. Затем запомнилось, когда снимали отпечатки. Точку уроков с полицейскими поставили перед зданием школы. Выступление кинолога Александра Янорова с подопечной служебной собакой вызвало восторг. Бельгийская овчарка Буян продемонстрировала навыки задержания условного злоумышленника и чудеса дрессировки. Затем на площадку выбежали бойцы ОМОН. Их показательное выступление с элементами рукопашного боя, сопровождающейся автоматной очередью и с участием бронированного тигра, удивило всех и стало красивым финалом мероприятия. Масленица – один из самых любимых в народе праздников. Еще пару десятилетий назад во время большой и малой масленицы молодежь с песнями и плясками разъезжала на лошадях. Часть традиций сохранилась и сегодня. Игры и хороводы, сжигание чучела, посиделки с друзьями и близкими за чашечкой чая и блинами. Сейчас масленица длится всего одну неделю вместо двух, как было принято в старину Чуваший. Для православных это третья неделя подготовки перед Великим постом. Нужно помнить, что это не только праздник гуляния и веселья. В нем, как и в каждом народном обычае, есть свой смысл. Вот в этом как раз заключается смысл масляной недели, когда мы ходим друг к другу в гости. И не просто так, чтобы погулять и повеселиться, а для того, чтобы попросить друг у друга прощения, простить друг друга, так как в Евангелии сказано, если вы будете сами прощать, то Господь простит вам. Пожалуй, самая вкусная традиция масленицы – это блины. В семье Сидоровых масленица – любимый праздник. Роза Николаевна с радостью готовит блины со сладуемостью и творогом. Гостей не зовет, они сами приходят. Во время больших праздников она вместе с жителями микрорайона Мирный также участвует в проведении гуляний и игр. Всю неделю, можно сказать, приходят зятя Вья, внуки и внучки, любят эти блины, это традиционно уже. К масленице готовятся, дома убираются. Жители микрорайона участвуют очень сильно, поют, пляшут. В стороне никто не стоит. Для особо вкусных блинов Роза Николаевна готовит дрожжевое тесто. На литр воды два яйца, три стакана муки, одну чайную ложку соли, две столовые ложки сахара и две ложки подсолнечного масла. Блины получаются очень вкусными и не подгорают. Казалось бы, куда проще, но любая хозяйка знает, в каждом рецепте, особенно блинов, есть секретный ингредиент – душевное тепло. А уж сколько его добавлять – решайте сами. Анастасия Алангина, Рассиль Мухаммедов, Республика. Через три дня в стране будут принимать поздравления защитники Отечества. Этот праздник объединяет абсолютно всех мужчин. Но профессиональным его могут назвать только военные. В Республике сейчас действуют две воинские части. Наша съемочная группа отправилась в Алатырь, чтобы провести один день с молодыми солдатами. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Когда на этом табло загорается красный цвет, солдатам дают считанные минуты для сборов. Рации, автоматы, каски, бронежилеты, группа антитеррора выдвигаются на позиции по тревоге. В этот раз она оказалась учебной, но обстановка максимально приближена к реальности. Радио, переговор активней. Радио, переговор активней. В этот раз подразделение антитеррора обезвредило двух условных террористов, но сценарии подобных учений постоянно меняются и их проводят каждую неделю. Солдаты оттачивают свои действия до идеала. Бойцы этой воинской части, по сути, отвечают за обороноспособность государства. Они сопровождают, разгружают и перевозят оружие, которое поступает в цеха Алатырского завода «Пятый арсенал». Вся работа сопряжена, прежде всего, с охранностью ракетно-раселевского вооружения, ну и с исполнением сроков подачи вооружения войска, его приема, подачи на ремонт в «Пятый арсенал», последующего получением и возвратом вновь войска для боевой учебы и боевой службы. Хотя раньше эта воинская часть была расположена в городе Ржев. В Алатыр ее передислоцировали в начале 40-х. Поначалу это был ракетный арсенал, но 6 лет назад на его базе создали и отдельную воинскую часть. Многие говорят, что служить здесь миссия по-настоящему почетная. Причем большинство призывников уже закончили вузы. На таких солдат сейчас делают ставку. Изначально я хотел служить в воздушно-десантных войсках, так как у меня отец служил там же. Но судьба распределилась так, что я служу немножко не там. Знаете, я нисколько не жалею, что я попал именно сюда. Я не сказал, что здесь легче, чем, как рассказывает ВДВ. Здесь, я бы сказал, даже, наверное, тяжелее. Здесь реально есть шанс почувствовать себя настоящим мужиком, укрепить свое здоровье с физической стороны, получить навыки, которые пригодятся еще в жизни. Армия стала другой, теперь солдаты – это не обслуживающий персонал, а настоящие защитники Отечества. В столовых отныне работают только профессиональные повара. Меню для призывников не хуже, чем в столичных кафе. Даже для уборки казар мы здесь недавно закупили универсальный пылесос. Обеспечен всем необходимым – кровать, полотенце, прикроватные коврики, тумбочка. Все, что необходимо на случай для его проживания. Посмотрим? Да, посмотрим. Ничего лишнего, все согласно уставу. Солдаты занимаются в армии только военным делом. В свободное от службы время многие стараются приходить в спортивный зал. Здесь они играют в теннис, упражняются со штангой и нередко принимают участие в городских соревнованиях. Глядя на этих ребят, можно быть уверенным – родина находится под надежной защитой. Митрий Ковалев и Расиль Мухаммедов, Республика. А 23 февраля в эфире национального телевидения в 18.00 смотрите специальный репортаж «Солдаты Отечества». Сразу после трансляции торжественного собрания в честь Дня защитника Отечества. Сегодня оно состоится в Театре оперы и балета. А я с вами прощаюсь и передаю слово Дарине Игнатьевой. В программе «По существу» речь пойдет о первых шагах капитального ремонта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова